здрасте здравствуйте мы с вами общались по моему честно говоря не помню я в этой рулетке третий раз по моему но может другой роли сталкивались у меня там забанили понял я так ташкент узбекистан приветствую вас меня зовут искандер это имя по с паспорту мою серьезно потому что сейчас только что со мной разговаривал молодого человека с санкт-петербурга и когда ему назвал свое имя он в осадок выпал так хохотал так хохотал ну пошути красиво и нет ну вот человек не знает что есть такое имя действительно могут пошутили ваши родители игры нет пошутить и пошутили говорю конструкторы ракет гораздо позже ну да такое тоже бывает у меня зовут евгений вот у меня ребята есть на украине и они каждый раз когда началась война операция в виде любовь как в з о и в это совпадает с моими инициалами они говорят это чё там ты собрался в гости чё за херня тоже было забавно достаточно понятные мнения о чем вообще здесь так то какую тему предложат я просто нахожусь на работе у меня рабочий день закончился на жду пока ко мне ввиду малоопытности жена приедет на машине пусть набирается опыта ну а поскольку делать собственно нечего рабочий день закончен ну вот и общаюсь в этой рулетке какое-то общение более здоровое что да 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 положительные эмоции сразу предупрежу это это мой ну как принцип моя сразу предупреждаю я стримы не ведут с рулетки но записываю и если у нас будет интересный разговор его скорее всего выложу на своем канале но если вы скажете нет я не хочу то есть если я покажусь вам интересен ради бога я у меня этому отношусь нормально комп канал как называется сейчас вам скину ссылочку вы за компьютером и да да тогда вам будет вообще удобно у меня контент посвящен тому что я с моими подписчиками гуляю потому что по ташкенту и городам узбекистана знакомы с достопримечательностями вместе с подписчиками готовим в прямом эфире узбекские блюда причем вот если плов готовится три часа стрим идет ровно три часа от и до и этот стрим есть у меня на канале так это хорошо он готовить я люблю я ваш подписчик спасибо спасибо и третье вот это совсем недавно началось это ну около месяца просто по просьбе подписчиков говорит давай давай искандер будет интересно вот твои беседы послушать с людьми я говорю я материться не хочу я ругаться не хочу я буду ходить только по вот как только русская рулетка вот эта появилась так я вышел в нее потому что но не могу не очень много негатива я уже уже наслушался и я достаточно больной человек до 2 инфаркта перенес него тратить еще свои остатки своего здоровья на это ну зачем мне это нужно вы знаете просто зачастую беседовать от рулетки с оппонентами она напоминает спор с голубями или шахмата с голубями ты ему там выставляешь фигуру да вот он нагадил на доску и улетел поэтому смысла никакого там нет можно ну если попадет собеседник можно обмениваться мнениями о чем-то спорить но для большинства оппонентов особенно там с украины и потом кто-то еще хотя не все в долине все не все не все они все есть адекватные ребята нормальные у меня хорошие беседы были с одессой например вообще отлично интересно было вот именно происходит именно так тебя просто пошлют и переключат а все твои эмоции все же ты там разлакойства рассказывал станут при тебе то есть такая поэтому я к этому отношусь к развлечению что ли и понимаешь что я свою мысль все равно не доведу потому что я-то там один а другой стороны целая пропаганды в комплекс знаний настроенных на большом количестве времени и так далее и ни к чему это такому не приведет да вот поэтому вот так вот такой контент у меня но не встречаются встречаются люди при и с украины достаточно адекватные и с которыми было приятно побеседовать некоторые даже в пользу того что просили вообще не выставлять ролики кто-то говорит можете выставить на лицо пожалуйста совсем закройте чтобы но адекватные и думающие они просто боятся там я так понимаю что есть чего бояться безусловно вообще это говорит открытости общества если у нас есть самые разные мнения и так далее но и за это если ты там откровенно у чего-то несешь так далее то есть мне может быть разное мнение да много беседы критикую чего-то что считаю неправильно когда я понимаю что мне не будет проблем и так далее вот там за это же могут быть проблемы и это говорит о открытости скажем так общество и там где больше элемент демократии хотя самое понятие демократии она для меня достаточно иллюзорно но тем не менее ну вот они и в то же время они бьют себя что называется пятками в грудь и мы кричат мы мы хотели свободы вот мы хотим и слов ну вот они насколько они теперь свободны ну там совершается сразу несколько ошибок во первых сразу же путают свободу с дозволенностью во вторых все почему-то стремятся к демократии хотя демократии это инструмент принятия решений не более того можно стрелять инструмент как можно стремиться к молотку я не понимаю можно стремиться жить хорошо для того чтобы быть хорошо нужно что-то делать используя различные инструменты в том числе демократию но как можно стремиться к инструменту поэтому для меня это всегда сложно но может быть моя зацикленность, но когда я учился, у нас преподаватели прям принуждали изучать значение слов и правильно их закладывать. Если я как-то понимаю это слово, это вот так, то я по-другому относиться к нему не могу, потому что я, ну, не знаю, у нас тщательно учили, скажем так, думать, что говоришь и применять те слова, в смысле которых ты примерно хотя бы разбираешься и уверен, а не бросаться какими-то лозунгами. Как-то вот так у нас было. Понятно. Скажите мне, пожалуйста, вот вы любите готовить, это такое классное качество на самом деле. Я его только недавно себе открыл. А вы всегда любили? И как вообще вы пришли от того, что вот вы любите готовить и в определенный период жизни вы решили открыть собственные каналы и готовить уже так, чтобы это видели другие люди? Мне было бы страшно, например. Нет, мне не страшно, потому что прежде чем начать на канале показывать это, я это сделал в течение 40 лет дома. Ну, дома? Вы не были поваром, скажем так. Нет, нет, профессиональным поваром я никогда не был. Но самое интересное, вот сейчас я расскажу о маленький экскурс в мое детство, когда я ходил. Да, кстати, мне 65 лет, так что я достаточно уже взрослым. Ну, мне 41. очень приятно. И вот мне мама моя покойная рассказывала, говорит, у детей спрашивали, говорит, в то время, говорит, ну, кем ты хочешь стать? В то время был очень популярным, там, милиционером, военным, летчиком, космонавтом, пожарным. Ты, говорит, один из всех, говорит, всегда говорил, поваром. Я, ну да, я с детства любил вкусно покушать, и я действительно люблю, я люблю вкусно покушать, а воплотить, реализовать эту мечту, стать профессиональным поваром, нет, не удалось. Но я готовлю, готовлю с радостью для друзей, для близких, и вплоть до того, что когда какие-то семейные торжества, то основное блюдо всегда за мной. Понятно. А потом просто мне однажды один из знакомых блогеров сказал, говорит, ну, бабай. А бабай это мой никнейм. По-моему, дедушка, нет? Дедушка, да, вот татарский ты, дедушка. Это мой статус и никнейм. Бабай, ну, говорит, ну, приготовь, люди просят, сделай, говорит, плов. Это не такой вот просто 15-минутный ролик, что вот так, вот так, вот так, вот так, все просто. И вот у меня плову посвящен целый стрим в прямом эсфире. Три часа занимает приготовление плова на газу из килограмма мяса, риса. И вот три часа шел стрим. Ну, это отлично. Со всеми подробностями все, 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 вот так вот. Так что подписались, Евгений? You're welcome. Да, я сейчас подпишусь, открою эти кладочки, подпишу, мне будет интересно. А долму готовили? Долму, да, конечно. О, вот это мой любимый брюс. Я долму умею готовить, но еще не готовил. А, а. Ну, всего четыре месяца. А, хорошо. Ну, если будете готовить, вот я буду просто точно посидеть, и смотреть, запоминать, повторять. Потому что это мое любимое блюдо, а у меня не получается. Ничего сложного нет. Поверьте мне, ничего сложного нет. И все получится. У меня просто есть любимый ресторанчик небольшой, там очень хорошо это готовят. И я хочу на таком же уровне приготовить. У меня получается по-другому. Понял. Я хочу разобраться. Вот, кстати, вы мне хорошую идею подкинули, потому что у нас есть такое... У нас готовят иногда и плов с долмой. Угу, я знаю. Это тоже... Ох, это бомба, серьезно. Да, конечно. Вот это надо будет сделать. Евгений, рад был познакомиться, пообщаться с вами. Взаимно. Всего хорошего. С вашего позволения я этот ролик выложил. Да, без проблем. Вы просто посмотрите ролики, какие у меня. У меня все вот такие, как бы сказать, как будто встретились два друга на кухне и посидели, потрындели. Да, это замечательно с точки зрения того, что негатива и сейчас это хватает, вы же понимаете. И хочется чего-то светлое и хорошего. Ладно, вам всего доброго, всего хорошего. Рад был познакомиться. До свидания. Ну вот такой. Хороший взгляд у человека, кстати. Вот я все думал, что же такое меня тут звенем зацепило-то. Хороший взгляд.